Тексту основного закона страны давно требовались точечные, но серьезные правки. Достаточно вспомнить, в какой атмосфере принимали исходную конституцию в 1993-м. Законно избранный парламент разогнан, и российская власть нуждается в международном одобрении своих конституционных инициатив. Видимо, поэтому в текст включили положение о приоритете норм международного права над российскими законами. Это, конечно, не внешнее управление страной, но говорить о подлинном суверенитете в таких условиях, как минимум, странно. Поправки должны исправить это недоразумение. Это означает, что буквально следующее. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов, могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина. Не противоречат нашей конституции. В действующей конституции нет упоминания о роли русского народа в формировании государства. В новой редакции планируют закрепить статус русского языка. Дословно, государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государства образующего народа. Здесь нет национализма, есть только историческая справедливость. Чувствуете разницу? Волонтеры Лиги Безопасного Интернета обнаружили в социальных сетях более 200 фейков о всероссийском голосовании. Однако фантазия у желающих сорвать воли из явления народа не так уж богата. Например, пишут, что бюллетени будут выдавать абсолютно всем, без паспорта. Естественно, это не так. Еще один фейк. Якобы без вакцинации от коронавируса никто проголосовать не сможет. Также активисты фабрик интернет-троллей сообщают, что голосование пройдет без наблюдателей. И это тоже неправда. Тут читаю. Все какие-то там наблюдатели у нас оказываются, вот мы сейчас, мы предполагаем, что у нас их будет не меньше, чем было на президентских выборах. Под полмиллиона. Под 500 тысяч. Многие партии активно этим занимаются. Так вот, оказывается, все эти люди, которые наблюдатели идут, и от партии всех, это все так. Это нереальные наблюдатели, а то есть какие-то вот такие реальные наблюдатели, вот прям истинные, прям голубой крови, которых вот обязательно не пустят. Вот мои коллеги все сидят, мы даем слово, пустим. Также говорят о массовом принуждении к голосованию. Ну, конечно, годы идут, а затертая до дыр методичка не меняется. Бюджетников, военнослужащих, простых работяг якобы автобусами возят на участки и заставляют голосовать. Вот и в алтайских телеграм-каналах и СМИ написали, что к голосованию на рабочих местах якобы принуждают работников барнаульских предприятий, горзеленхоза и завода «Ротор». В Крайсберкоме проверят эти слухи. Участие в общероссийском голосовании, участника голосования является добровольным. Поэтому, так скажем, ни о каких форматах понуждения к волеизъявлению, к участию в голосовании, или уж тем более какому-либо волеизъявлению вообще не должно идти речи. Наконец, одного поверхностного взгляда на список ресурсов, что со стервенением цепных псов призывают бойкотировать голосование, достаточно, чтобы сделать выводы. Это СМИ, подконтрольные беглым олигархам, которые в свое время чуть не приватизировали и не распродали все российские недра. Это ресурсы, спонсируемые из бюджета Конгресса США и разные блогеры. Они же в свое время распространяли фейки о сотнях трупов, якобы обнаруженных в сгоревшем кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», информацию о которых власти якобы скрывали. Не дремлют и местные активисты, те, что всегда против. Трудно не оглохнуть от этого информационного шума, но фильтровать поток фейков необходимо. Их действительно достаточно много, и я еще раз обращаюсь ко всем участникам голосования территории Алтайского края о возможности получения объективной и достоверной информации именно из официальных источников избирательных комиссий, в том числе избирательной комиссии Алтайского края. Голосовать за или против поправок – личное дело каждого, ведь именно для этого и нужны выборы, чтобы каждый мог выразить собственное мнение. Разве нет? Думайте и не дайте себя обмануть. Глеб Полянский специально для Катунь24.